Ну что ж, друзья, русский добровольческий корпус снова совершил невозможное. Мы снова на родине. Который раз мы заходим на территорию России с боями или тихо, это уже не важно. Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте. 25 мая русский добровольческий корпус снова сообщил о пересечении границы России. Второй раз за неделю. Бойцы снялись на фоне здания Почты России в селе Глотово Белгородской области. РДК — подразделение добровольцев из России, воюющих на стороне Украины с августа 2022 года. Несколько месяцев назад, в начале марта, они совершили первую громкую вылазку. Тогда они напали на села Любичане и Сушаны в Брянской области и практически никакого сопротивления не встретили. В начале этой недели русский добровольческий корпус совместно с Легионом Свободной России пересек границу уже в Белгородской области и атаковал российский пограничный пункт Грайверен. Несмотря на то, что бойцы использовали тяжелую технику, сопротивлением опять никто не оказал. Но на этот раз РДК решила задержаться в России. Они захватили три населенных пункта — Глотово, Козенко и Гарападол — и удерживали контроль над ними в течение двух дней. Новая газета «Европа» со ссылкой на источники в Минобороны писала, что для ликвидации бойцов в Белгородскую область тогда перебросили больше четырех тысяч военных, а также спецназ ФСБ «Альфа» и «Вымпел» и около 60 единиц военной техники. К вечеру второго дня Минобороны отчиталось, что военная техника диверсантов уничтожена. Зет-паблики стали выкладывать фото уничтоженных бойцов. Сергей Шойгу назвал действия своих подчиненных оперативными и безупречными. В ходе контактиристической операции ударами айца, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы, западного военного округа, националистические формирования были заблокированы и разгромлены. В свою очередь, русский добровольческий корпус опубликовал видео с военной техникой и подписью. Мы не знаем, какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Коношенков, но у русского добровольческого корпуса потерь нет. Показательной была реакция губернатора Белгородской области. Следственные органы разберутся, с вами согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас, комиссия обороны. Командовать операцией по зачистке области от диверсантов назначили печально известного генерала Александра Лапина. Сначала его сын Денис Лапин, командир танкового полка и первой танковой армии, за три недели боев потерял половину своих танков, за что получил от отца орден за мужество. А в середине мая 22-го года уже сам Александр Лапин, командовавший тогда войсками Центрального военного округа, потерял около сотни единиц техники и почти полтысячи военнослужащих. В этой операции генерал-полковник Лапин проявил себя не меньше. Этот рейд РДК и Легионы Свободной России по сути закончился ничем. Бойцы не захватили военных объектов и не смогли удержать территорию под своим контролем. Пока начало появляться какое-то организованное сопротивление. Если бы мы ставили более глубокую цель операции, в данном случае, мы бы могли дойти и до Белгорода. У нас не было такой задачи. А сейчас они начинали стрелять сильно на вас? Ну, естественно, что они стреляют, но они не столько по нам попадают, сколько они попадают по домам мирных жителей, понимаете, разрушая уже свою собственную территорию и показывая в принципе, что Кремлю все равно кого убивать, украинцев или русских, лишь бы держать власть в своих руках. Примечательно, что в ходе вылазки диверсанты прорвали российскую границу на западной технике, которую официальный Киев пообещал не использовать на территории России. Тем не менее, украинская сторона продолжает настаивать, что не имеет отношения к нападению на Белгородскую область, а диверсанты РДК объясняют это так. В любом военторге в своевременной ситуации можно приобрести военную технику любого рода, поэтому я не думаю, что это какая-то экзотика. Второй момент. Есть достаточно американской техники, которая была добыта в бою в Бахмуте российской стороной, она переходит из рук в руки. Поэтому таким вещам не стоит удивляться. Те же броневики можно купить на черном рынке, на частном рынке, то есть это не является чем-то там суперсекретом. Серьезная проблема, потому что все вот такие, скажем так, качающиеся в плане политической позиции чиновники в Европе и Америке начнут это использовать в контексте того, что кто даст гарантии, что там западные танки, леопарды, абрамсы и прочее, самолеты F-16 не окажутся у этих очередных, это не мы, и не будут использованы против объектов на территории России. Как можно теперь на это полагаться, если мы видим, что другие, это не мы, в каком-то а-ля военторге, как говорит украинская сторона, купили эти, получается, Хамви и Макс Про, которые вроде бы давались только украинской стороне, без возможности передачи кому-либо еще. И это большая проблема. Это обсуждается не только на уровне телеграм-каналов различных, но и на уровне уже официальных представителей США, Госдепартамента, Пентагона. То есть видно, что они явно этим недовольны. Несмотря на все усилия власти обезопасить приграничные регионы, например, десятки систем ПВО, это, кажется, никак не защищает российские города от обстрелов и атак беспилотников. Ровно как и от диверсантов, которым удается регулярно и беспрепятственно заходить на территорию России. Несмотря на многокилометровые оборонительные рубежи, которые Россия построила, готовясь к контрнаступлению ВСУ от Крыма до границы с Белоруссией, только Белгородская область, по которой РДК и прокатились на тяжелой технике, потратила на эти защитные сооружения в прошлом году 10 миллиардов рублей. Редактор субтитров А.Семкин